Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. Не обижайте, что мало выходит в сервере Посмотри, потому что у меня нет денег, как бы, и особо нету, что снимать. Поэтому там, ну, в описании есть ссылочка, если вы хороший спонсор, буду вам очень благодарен, вот. А сегодня мы вместе с вами купим мне первую электричку, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Собственно, прошла уже неделя после обновления, где добавили новые электрокары, и, конечно же, я хотел купить, и, конечно же, я хотел купить с числа просто первых, Но так как у меня денег, собственно, нет, и я еле-еле наскрёб на этот автомобиль, а будем брать именно его, а какой, вы сейчас увидите, прям так красиво, как в Форсаже, или где вот так ворота открываются, и просто ТАТАЦ! В принципе, как я и говорил в видосе с обновлением, ссылочка будет в описании, что, скорее всего, я куплю Тесла Model X. Вот, в принципе, и она, а как я её покупал, можете посмотреть прямо сейчас. Так, пацаны, я буду покупать самую худшую Теслу, Тесла Model X, вот, не знаю, она мне нравится, только если бы не этот колхозный обвес, она была бы ещё получше. Поэтому мы приехали на ЭКХ, сейчас будем оформлять, вот, поэтому давайте снимем деньги, сколько, 10 лямов я там ему предлагал, в принципе, для неё вроде адекватная цена. Пункт объёма имущества, предложить, сколько там комиссии будет, 1100, 300, 245 тысяч. Ладно, спасибо. Короче, Тесла вышла на 10 лямов, 245 тысяч. В принципе, фотош на X, и, наконец-то, у меня есть первый электрокар. В принципе, как-то вот так, давайте сделаем теперь обзор на Теслу, ну, выглядит она очень охеренно, только нужно что-то сейчас изменить в ней, вот. Давайте сядем, так, можно открыть, да? Но это вы не видели, вот это тоже недоработки, ниже безрамочные стёкла, но в GTA 5 это нереализуемо. Короче, есть о чём поговорить. Давайте первая тема, пока мы едем, куда мы едем? Давайте мы поедем, давай поедем к чипу, я покажу чип. Короче, почему не другие автомобили, а именно Model X? Потому что, первое, это самый тешёвый Тесла, на который мне хватило бабки, ну, ладно, ещё на Model S хватило. Если честно, я хотел самую быструю, самую заряженную, я думал, Родстер самый лучший. Но после того, как мы позаезжались на Родстере против Тайкана, я понял, что, как бы, Родстер против Тайкана не пашет, нужно Тайкан. Тайкан, как бы, стоит 17500 новый, и где-то на вторичке 21-22. У меня всего лишь бюджета было 16, и, как вы видели, я купил её за 10 и 2. Как бы, можно было подкопить, но это ещё бы время заняло, а мне, как бы, впадало работать, а я чисто на процентах, потому что времени у меня нету на работу. Вот, и поэтому купил Model X. А почему не Model S, если мне хватало либо на Model S, или на Model X? Model S побыстрее, больше баг и красивее, как кому. Почему не Model S? Потому что я взял прокатиться Model S, она там хотя бы на ляма 2, ой, дороже стоит, да, всего лишь. Всего лишь на 2 ляма. Но она не рулится, пацаны. Она разгоняется, и просто поворачиваем, её заносит, разворачивает на 360, а в Model X такого нету. На самом деле, знаете, почему я взял Model X? Всё из-за этой вот штуки, из-за этих, блядь, аморти... Купил, называется, новую Теслу, блядь, и амортизатор двери не держит. Ну ты можешь не падать, алё, ну. Упадёт? Сейчас выйду, упадёт. Это что-то за дичь. Ну, короче, пацаны, да, я купил её чисто из-за дверей, потому что двери, это, конечно, топ. Ну ещё, как бы, Тесла Model X, их фишка, это лобовое стекло до середины кузова, вот такое панорамное. Так, можно закрыть? Блядь, текстуры задрали, не прогружаться. Собственно, к чипу мы приехали. Здесь стоит, наверное, тачка, которую мы в следующей серии всё-таки купим. Это Porsche Taycan, потому что он и едет, и управляется. Ну, короче, балдёжный, хотя мне не особо нравилось. Значит, бэ, я вам сейчас покажу чип, она фэтэшная, полностью тачка. Можете её взять на свои автомобили, в принципе, норм, можете даже на электроавтомобили. Я не знаю, это хороший чип, не хороший, в чипах не разбираюсь, поэтому судить и проверять только вам. Знаете что, почему Model X я взял и вам рассказал? Пока мы будем отправляться в тюнинг для видоизменения этой Теслы, я вам расскажу, что же мне в ней не нравится. Не нравится мне в ней просто вот этот максимально колхозный обвес. А морда вроде как от рестайлинга Model X, если есть такой. Ну, вроде есть вот эти клыки по бокам. Вот такой злой бампер здесь появился, я так понимаю, это от рестайлинга, вот. Вряд ли это от какого-то обвеса. Вот, но я бы хотел, чтобы просто, смотрю, добавили просто стоковую Model X. Почему истоковый Taycan, почему истоковая, это, Tesla Roadster, почему истоковая Model S, на Model X они решились за колхозик. Если они уже добавляли и самые заряженные версии, то добавьте уже по 100D, а не по 90D. Ну блин, за 10 лямов могли немножечко скорость подкрутить, не знаю, баг немного сделать побольше. Это же Model X, она поболее, чем Model S. Короче, это мне непонятно, вообще непонятно, вот зарядки, кстати. Вот реально радует, что они хотя бы бесплатные. И автопилот, но с автопилотом мы разберемся еще дальше, здесь очень много багов есть. В моем понимании, конечно, Tesla Model X должна быть белая, но черная как бы тоже топ смотрится, и сзади хотя бы не выделяются вот эти колхозные бампера. Но мы, наверное, скорее всего перекрасим ее в белый, чтобы был контраст, черные диски, белая тачка. Поэтому кузовные винилы есть? Нет. Основной цвет кузова. Делаем ее белой. Вот сразу появляется какой-то контраст, конечно, номера вообще криво размещены. Да, за номера мы потом поговорим, но вот этот обвес сзади, это такой ждец. Вот блин, пацаны, просто кому не нравится, напишите в комментариях. Мне он просто капец как не нравится, просто капец. Ну серая можно сделать, красная. О, кстати, вот такая вот. Красную я, кстати, на серую даже и не видел. Или белую. Да нет, белая, конечно... Конечно, у меня весь автопарк либо белый, либо черный, но да пофиг. Кто хочет на заметку, может я потом перекрашу, но красная Tesla Model X смотрится достаточно неплохо. Но я хочу все-таки белую, потому что я ее видел белой. Возьмем такой немножечко сероватый, чтобы не прям белая. Добавляем корзину, цвет интерьера. Я так понимаю, он что-то меняет вообще? Ниже, чтобы он что-то менял. 90 тысяч, я думаю, просто татац. И улетело. Вот. И еще один маленький нюанс на этой Tesla, что здесь стоят очень известные диски в скобочках. Я не знаю, даже это хорошо или это плохо. Это диски, короче, Давидыча с M5KS. Они мне на его M5KS не нравятся. Но здесь, так как они черные, они большие, они достаточно неплохо вписываются в дизайне, стилистику Tesla. Хотя, стоковый, блин, стоковый не то. Стоковый не то. Нужно сейчас что-то подобрать. А с другой стороны, блин, 150 тысяч тратить. Если я потом хочу ее продать, типа, зачем мне этот дополнительный минус надо? Но давайте посмотрим. В принципе, если мне ничего не понравится, то оставим их. Если честно, пацаны, вот я пролистал. Вот прям нету таких дисков, которые, блин, они просто смотрятся максимально офигенно. Давайте их именно поставим. Так, где там наша Тесла? Тесла Model X, Spawn, тататс. Просто, ну, на свете, солнечном она как-то получше смотрится. Прям намного лучше. Белый цвет, такой более сероватый. На черных дисках, который, в принципе, даже и не колхозный, я бы сказал. Вот. Кстати, спойлер выдвигается. После скольких он выдвигается? Где-то после 120, после, да? Где-то так. Разгоняемся. Даже 70, ага. Пока мы съезжаем на трассу. Давайте где-то вот здесь. Я знаю, любят гоняться игроки. Будет интересно встать против Model S, Roadster и Taycan. Посмотреть, насколько же Model X проигрывает им. И есть ли смысл обновляться. Не, ну, конечно, есть смысл. Потому что Taycan не бьет у всех. Но он стоит как бы, дай боже. Может, я в конце серии кого-то найду. Но давайте я просто вам покажу ускорение, например. Просто останавливаемся. Зажимаем. Ланч, так называемый. И просто тадац. 100, 200, 270. Все. Давайте проверим автопилот. И, например, приедем к моему дому вот здесь. Вот сюда. Нажимаем J. Автопилот активирован. Приятной поездки. Все, он занимает какой-то ряд. И себе спокойно. Кстати, вот такой вот салончик. Приборка, конечно, прикольная. Потому что в Тесле такой нет, как бы. Они решили как-то вот так эту проблему обойти. Добавь. Я не знаю. Хочу сказать, что это с Rolls-Royce. Не знаю. Вот почему-то так хочу сказать. Но это, мне кажется, не так. А может и так. Да не с Rolls-Royce, блин. Похоже очень. Рассказываю автопилот. Если ставишь именно метку левее немножко дома. Где-то вот так. Он сейчас просто свернет на пляж. И будет ебашить по пляжу. Если ставить именно на дорогу. Он приедет на дорогу. Это первый момент. Второй момент это то. Что... Давай съедешь, нет? Мне пока что не съезжает. Если ты врежешься. Я вам это позже покажу. То он просто будет долбиться, долбиться, долбиться. И не сдаст назад. И никуда не поедет. Поэтому... Автопилот, конечно, круто. Но если тебя кто-то подрежет, это полный капец будет. Значит, решил он поехать сюда, а не прямо. Ага. Давай налево. Не? Да. Решил он поехать, короче, по пляжу. Мы сейчас приедем в дом Давидыча. И вы увидите, как это все, в принципе, происходит. Если мы туда доедем, конечно. И давай просто на всей скорости, да? Тац. А, все. Ну, короче, как-то так. Автопилот работает. Как-то. Если ставить именно на дом. Поэтому ставьте всегда автопилот на дорогу. Вот, например, вот сюда. И тогда он доедет спокойно. Вот можно вот так просто показать эту фотографию и написать ниже. Никогда не используйте автопилот Тесла. Пока мы доедем к моему дому, я вам расскажу сейчас краткие характеристики этого автомобиля. Собственно, Тесла Model X стоит она новая 9,5 миллионов. Достигли место назначения. Да, спасибо. Тесла пилот деактивирован. Да, спасибо. Продажа в гос. Которое вышло где-то, наверное, месяц назад, да? Мы прикупили, как бы, ЖК, который находится недалеко от моего бизнеса. Вот этот. Вот. И у меня есть два дома. В принципе, у меня есть 11 свободных мест. И я думаю, я могу продать один из домов. Сейчас я вам покажу. В принципе, два дома по 5 мест, 6 миллионов гос, налог 15 тысяч рублей. Один находится возле пирса, возле спавна, возле Эрика Давидовича замка. Замка? Почему замка? Ну, особняка. Ну, да. Ну, да. Короче, вот такой он какой-то. И второй дом, который находится в Палета Бэй. Вот здесь, прям за работой. Вот прям за работой вот этой. Конечно, здесь вроде как появился ЖК, или не появился, или не появился. Короче, 6 мест. Вернее, 5 мест, 6 лямов. Вот такой вот дом. Разделение на двои части, как бы у него. Вот здесь тоже такой же дом. Можете вот в розетке выкупить, либо розетка может выкупить вот этот дом. Вот он, в принципе, стоит. Можете приехать, посмотреть на него. Когда-то, месяца 3 назад, лето, мне именно за него предлагали 25, либо 30 миллионов. Но я тогда посчитал, что это мне как бы нафиг не надо. У меня деньги есть. Дома пусть будут. Я не знал, что добавить ЖК и так быстро. И я затупил, можно сказать. Я мог продать его за 25 миллионов, который мне сейчас просто критически не хватает. Вот прям реально. Но сейчас придется продать его где-то. Но я спрашивал у пацанов цены. Ну где-то этот стоит где-то 18 лямов. И тот плюс-минус так же. Поэтому давайте выставим начальную цену 18 миллионов. А там уже, может, сойдемся ниже. Может, торг будет. Поэтому можете мне писать в ВК. Ссылочка есть в описании. Типа, Эван, хочу купить у тебя дом. Ты рыпыры, какая стоимость. Вот, я думаю, мы с вами договоримся. Классно, что они добавили прям очень много заряда. Что там нету 2 зарядки, либо 3 на карте. Ты должен к ним ездить. А зарядки есть буквально везде. 1 киловатт-час заряжается 1 секунду. То есть, чтобы зарядить мне бак полностью 90 киловатт-час, мне нужно просто постоять полторы минуты на одном месте. Что и особо не так уж и много. И еще даже бесплатно. Походят, электромобили очень выгодные автомобили для выполнения всяких бизнес-заданий. Особенно Taycan и Roadster. В принципе, пацаны, там все. Вот такой вот видос вышел. Вот такую МТС с вами прикупили. Напишите, как вам вообще Model X. Имеете ли вы в своем автопарке какой-то электромобиль. Пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Также, если вам нужен какой-то из моих домов, либо вы хотите купить 2 оптом, я сделаю еще вам скидочку. Пишите мне. Ссылочка будет в описании ролика. Не забываем про подписку. Ведь мы идем к 3500 подписчикам к новому году. Если под этим роликом, конечно же, соберется хороший актив, я выпущу уже новую серию. Посмотре очень скоро. Тем более, уже есть что снимать. По типу, что выгоднее бензин или электричество. Сколько, что быстрее израсходуется бензин или электричество. Будет очень интересно посчитать. Также, я хочу наконец-то словить эту фуру. Словить эту тачку, которую специально добавили для кланов. Вот эти задания. Но я уже сижу неделю, я просто их словить не могу. А если они есть, то метки появляются, а фур и тачек нет. Также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.